Приветствую вас. Я не могу не обратить внимание на то, что вы хотите, чтобы мы вам подсказали что-то правильное, как вы говорите. То есть, такое ощущение, что вам очень важно именно правильно поступить. Ну, знаете, не хочется вас расстраивать, но правильные чувства, вот это совсем не одно и то же. Чувства редко бывают правильными, в силу, так скажем, ряда причин. Поэтому тот факт, что вы нацеливаетесь на именно правильно, тем более хотите, чтобы мы вам посоветовали, вот. Ну, уже, в общем-то, является тревожным таким сигналом, тревожным знаком. Потому что психологи не советуют, во-первых, во-вторых, ну, правильного и неправильного ничего нет. Есть вот то, что, в принципе, так или иначе вас устраивает, есть то, что так или иначе вам подходит, есть то, что так или иначе вас устраивает, и, в принципе, все на этом. То есть, ничего правильного нет. Но то, что вы хотите поступить правильно, в какой-то степени, это, конечно, вызывает вопрос, к сожалению. Следующий момент, значит, в первую очередь, нужно разобраться в ваших чувствах к человеку, молодому человеку. Что вы чувствуете, что вы чувствуете, и нет ли в этом чувстве, которое вы испытываете, нет ли в нем негативного всего-то для вас чатности. Но что направлено на это чувство? То есть, понимаете, есть ведь существенная разница, когда, например, чувство направлено на человека. И это одно. И когда чувство направлено на вас саму в контексте отношений. Понимаете? Вот. И важно этот момент обязательно поисследовать. Помочь вам в какой-то степени свои чувства прожить. Помочь вам в какой-то степени лучше разобраться в своих ощущениях, лучше разобраться в своих переживаниях. Чтобы понять себя. На мой взгляд, это то, что вам нужно сделать. Дальше можно исходить, в принципе, из того, чего вы ждете. То есть, если вы, к примеру, хотите признаться молодому человеку в своих чувствах, то ничего плохого в этом нет. Я даже больше скажу. Это, в принципе, хорошо. Потому что любые-любые чувства, которые в том числе испытываете вы, это прекрасно. Но за одним исключением. При одном условии. А именно. Если у вас нет каких-то желаний, связанных с этими чувствами. То есть, если вы можете, если вы готовы признаться молодому человеку в своих чувствах, но при этом уверены в том, что не будете ждать от него, например, взаимности. Да? И делаете вы это. То есть, признаетесь ему в своих чувствах. Забраться, чтобы он знал. Тогда, но признайтесь и живите дальше. По крайней мере, вам не нужно будет притворяться. Ну а если вы имеете какие-то ожидания от того, что признались ему в своих чувствах. Если вы знаете, что расстроитесь в случае, если, к примеру, человек не ответит вам взаимности. Если вы знаете, что будете страдать. Если вы знаете, что вам будет плохо. Если вы знаете, что вам будет тяжело. Если вы, ну, как бы, почувствуете, что это все будет так. То, в таком случае, конечно, признаваться в своих чувствах, человеку, наверное, не стоит. То есть, можно делать то, что нацелено исключительно на вашего возлюбленного. Да? Можно делать то, что не вызывает у вас каких-либо ожиданий. Если это есть, то, сделав что-то, вы будете страдать. Ну, я не думал, что вам этого хочется. Я не думал, что кому-то этого хочется, честно говоря. Поэтому, вот так вам нужно себя защитить. Лучше понять свои чувства, условно говоря, разобравшись в них. Да, разобравшись в своих ощущениях. Вот, вы могли бы, на мой взгляд, подкорректировать свою модель поведения так, чтобы быть более удовлетворенным. Тогда и заставлять себя делать что-то не придется. Нет ничего хуже, чем делать что-то через силу. Это вообще никакого эффекта не принесет. Вот. Можно посмотреть, например, на вашу мотивацию через пример. Ну, вот, к примеру. Зачем вы учитесь? Для чего? Нравится ли вам то, что вы делаете? Я имею ввиду, учитесь. Или нет? Вполне вероятно, что и вся ваша влюбленность может быть результатом, скажем, нежелания учиться. А может быть, с потребностью в том, чтобы чего-то избежать. Это, конечно, не должен. Я не хочу утверждать этого наверняка. Просто говорю вам о том, как могут обстоять дела. Поэтому именно из таких элементов стоит работа с вами и с вашей влюбленностью. Кроме того, мне показалось, мне показалось, что вы как будто стыдитесь своего чувства. Я, конечно, надеюсь, что это не так. Вот. Очень надеюсь, что это не так. Но, если вы действительно испытываете стыд, то с ним, то есть со стыдом, нужно поработать. Сыдиться вам совершенно нечего, но поскольку стыд есть, мы говорим. О нем уже с постфактом, естественно. О том, что у вас стыд уже в наличии, в наличии. И он, образно говоря, уже влияет на то, как вы себя ведете. Он уже влияет на то, что вы делаете. Вот. Поэтому очень важно, наверное, все-таки, эээ, еще, и с чувством стыда. Поработать, чтобы он вас не беспокоил. Чтобы вы могли максимально свободно действовать в том направлении, каком вам хочется. Вот. А не в тех направлениях, например, в которых вы себя действовать. по той или иной причине заставляет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи! Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует... К сожалению. К сожалению... ...мейте!